Экипаж 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ван Де Хай, работающий на околоземной орбите, поздравили всех с Днём Великой Победы. Олег Новицкий также принял участие в традиционной акции «Бессмертный полк» и развернул на МКС копию Знамени Победы. 9 мая российские спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» и «Конопус-В» сфотографировали военные парады, приуроченные к 76-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Госкорпорация «Роскосмос» присоединилась к торжественным мероприятиям, поздравив ветеранов космической отрасли с Днём Победы и поблагодарив за беспримерный подвиг и героический труд. В Госкорпорации «Роскосмос» уже стало традиционным поздравлением ветеранов в преддверии Дня Победы. Это очень хорошее, доброе волонтёрское движение. Очень радует, что оно каждый год не теряет своих оборотов. В этом году наши ребята, наши волонтёры со всех предприятий отрасли, с Госкорпорацией организовали поздравления ветеранов, организовали сборы средств на подарки, развезли всем ветеранам подарки. Очень хорошо. И впредь я надеюсь, что мы будем продолжать эту приятную традицию вместе с нашими коллегами из отрасли не забывать о наших ветеранах, об их подвиге. Будем делать всё, чтобы вам действительно было приятно встречать этот великий праздник. И они чувствовали, что мы помним об их подвиге, об их стойкости, без которой, в общем, нас с вами бы, наверное, сейчас не было. В акции приняли участие специалисты подразделений Роскосмоса РКК «Энергия», «Энергомаш», «ЦИНКИ», Космического центра имени Хруничева, НПО «Лавочкина» и «ЦНИМАШ». Волонтёры вручили ветеранам ценные подарки. Будем жить. И вам того желаю, чтобы счастья вам, чистое небо, солнышко светило, и мир был на земле. Россия задействовала оптические и радиолокационные средства, а также спутник АЭС-2Д для слежения за неконтролируемым сходом с орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March 5V. Об этом сообщил ТАСС, исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блашенко. Он отметил, что неконтролируемый сход с орбиты нельзя назвать ответственным. Нам бы хотелось, чтобы они представляли более полную информацию о параметрах пуска и носителя, чтобы мы и остальные страны могли делать более точные прогнозы. Напомним, ракета-носитель Long March 5V 29 апреля 2021 года стартовала с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту базовый модуль Тяньхэ – будущей китайской космической станции. Вторая ступень носителя совершила неуправляемый сход с орбиты. В воскресенье она вошла в атмосферу Земли. Большая часть обломков сгорела, но некоторые фрагменты упали в экваторию Индийского океана. На космодроме Байконур продолжаются заключительные пневмовакуумные испытания модуля «Наука» российского сегмента МКС. Специалисты проверяют герметичность корпуса, люков и стыковочных агрегатов, а также функционирование пневмогидросистем и наружных гидравлических контуров. Далее официальный заказчик РКК «Энергия» проведет материально-техническую приемку модуля. После завершения программы испытаний и прохождения комиссии начнется штатная подготовка изделия к запуску, установка панелей солнечных батарей, размещение грузов и контрольное взвешивание модуля. Специалисты космодрома «Восточный» приступили к подготовке ракетоносителя «Союз-2.1б», которая выведет на орбиту 36 британских спутников связи «Ванвэб». Новые аппараты уже доставлены на космодром. Предстоящий запуск должен довести количество спутников «Ванвэб» до 218. Следите за нашей трансляцией пуска. Старт ракетоносителя запланирован на 27 мая. В Москве начинается бетонирование фундамента высотной части Национального космического центра. Высота 47-этажной башни с учетом шпиля превысит 288 метров. В основание уже уложено более 1200 кубометров бетона и смонтировано 1700 тонн арматуры. В будущем в НКЦ разместятся ведущие организации российской ракетно-космической промышленности, включая Центральный офис и Ситуационный центр Госкорпорации «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия. На космодроме Байконур началась подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17». Специалисты провели осмотр и контроль исходного состояния бортовых систем, а также выполнили подготовку корабля к электроиспытаниям и проверке герметичности. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» запланирован на 30 июня 2021 года. Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М» по итогам четырех месяцев 2021 года зафиксировал передвижение порядка 30 тысяч космических объектов, при том, что за весь прошлый год комплекс отследил передвижение 25 тысяч объектов, сообщает пресс-служба Минобороны России. Астрономы обнаружили на марсианском плато Элизий потенциальные следы недавней вулканической активности, что свидетельствует о наличии жидких потоков магмы в недрах планеты. Открытие указывает на то, что недра Марса могут сохранять активность и сегодня. В этом случае потенциальные следы марсианской жизни следует искать в окрестностях вулканов, отметили планетологи. Ботсванский метеорит, чей фрагменты, найденный в 2018 году в Западной Африке, раньше был частью Весты – крупнейшего астероида Солнечной системы, расположенного в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Анализ химического состава фрагмента позволил установить примерное место, откуда откололся обломок – это Вененеи – большой ударный кратер Весты. Ученые высказывают мнение, что большинство метеоритов этой группы возникло в результате нескольких значительных столкновений астероида с другими крупными объектами около 22 миллионов лет назад. 13 мая 1946 года принято постановление Совета министров СССР о развитии в стране реактивного вооружения. Эта дата считается днем образования Государственного союзного Головного научного исследовательского института номер 88 Министерства вооружения СССР. В 1967-м НИИ-88 был преобразован в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Сейчас это Головной научно-исследовательский институт Госкорпорации «Роскосмос», который решает самый широкий спектр задач по развитию отраслевой науки, технологий и производства. Одно из важнейших подразделений ЦНИИМАШа — Центр управления полетами. Специалисты ЦУПа следят за движением транспортных кораблей и Международной космической станции, выполняют корректировку ее орбиты, составляют космонавтам расписание и помогают в проведении экспериментов. В ЦНИИМАШе обеспечивают создание наземной экспериментальной отработки ракетно-космической техники, совершенствование отраслевых систем качества, надежности и безопасности, а также федеральной системы сертификации космической техники. Специалисты ЦНИИМАШа разрабатывают системы будущего, от проектирования лунной базы до полетов в дальний космос. Ночь на берегу Обского моря. Село Боровое, в 50 километрах от Новосибирска. На фотографии центральная область Млечного пути. В розоватом цвете туманность лагуна. Справа созвездие Скорпиона с яркой оранжевой звездой Антарес. Автор снимка — Владимир Гущин. Стив над портом Купера, озеро Мичиган. Стив — это атмосферное явление, впервые открытое в 2017 году. Горячий газ, который попадает в геомагнитное поле нашей планеты. Стив имеет длину от 100 до 1000 километров и всегда простирается с востока на запад. Световой столб носит сезонный характер и появляется в небе северного полушария с марта по сентябрь. Автор Мэри Бет Китценски. Сон Каспийского монстра. Экспериментальный экраноплан «Лунь», созданный в середине XX века в конструкторском бюро Ростислава Алексеева, мог развивать скорость до 500 километров в час. Снимок сделан в 30 километрах от Дербента в Дагестане. Автор Илья Зурабович. Вопрос от Семёна Кудрявцева. Запуски по российским космическим программам происходят ровно в анонсированную дату и время, сдвигаясь на резервную лишь по техническим причинам. Зарубежные же часто переносятся из-за погоды. Как влияют погодные условия на решение о пусках ракет? Дело в том, что отечественные ракетоносители создавались для эксплуатации в жёстких условиях резкоконтинентального, приполярного и даже экваториального климата. Переносов запусков из-за погодных условий отечественных ракет за всю историю космонавтики крайне мало. Специалисты анализируют не только ветер у Земли, но и распределение ветра по высоте, оперативно поступающие из зондов, которые запускают перед стартом. К тому же многие носители проектировались как военные. Один из них — тяжёлая ракета семейства «Протон». Военная ракета не может ждать, когда пройдёт гроза, когда ветер успокоится. И были заложены в техническое задание такие требования, которые потом гениальными людьми были реализованы в конструкцию. Ну, здесь, конечно, пределы. Пределы существуют. Но мы откладываем запуск по погодным условиям не чаще, чем раз в пять лет, когда что-то такое произойдёт. И вот, чтобы не рисковать, раз в пять лет мы откладываем, и на следующий день успешно производим запуск. Как знает весь мир, на Куру это спло перенос по погодным условиям. Это совершенно обычное явление. Да и у «Фалькона» это уже бывало не раз. То есть они на это не были изначально рассчитаны, и они это просто не выдержали. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvroskosmos.ru И до встречи в космической среде! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...